Крафт. Сейчас это, наверное, что-то на модном, потому что все хотят получить этот экспириенс. Не знаю, появляется кокосовое пиво, давайте. Появилось пиво с манго-маракой, тоже дайте попробовать. Появилось пиво с личи, дайте два. Всем интересно это разнообразие, это многовкусие, да, какое-то. Поэтому отрицать такой феномен, как крафт в нашей жизни нельзя. Я тоже привыкла к классическим сортам пива. И если мы идем с мужем в паб, или если встречаемся с друзьями, я предпочитаю немцев, чехов, такие фильтрованные, светлые, с горчинкой. Но не могу игнорировать крафтовые пивоварни, не могу не пробовать их, потому что лично для меня это интересный опыт, увлекательное приключение, почему бы и нет. Всем привет! Вы на канале Yellow Limoncello, канале про алкогольные напитки и не только. И сегодня мы будем дегустировать, наверное, самое доступное в России крафтовое пиво, а именно волковскую пивоварню. Волковская пивоварня – это творческая лаборатория, активное участие в развитии которой принимает известный российский пивовар Михаил Ершов. Основные направления деятельности – это создание рецептур интересных сортов пива и различные эксперименты в области пивоварения. На месте завода, где открылась пивоварня, когда-то существовала деревня Волково, отсюда и появилось название «Волковская пивоварня». Крафтовое пиво. В последнее время о нем очень много говорят и все чаще ищут его в бабах, барах и магазинах. Благо, выбор достаточно велик. А что такое вообще это крафтовое пиво? Крафтовое пиво – это пиво, произведенное на небольшой пивоварне по традиционным или классическим, но усовершенствованным творческим коллективам рецептам. Ярким примером такой пивоварни может быть российская «Волковская», которая создана московским пивоваренным комбинатом в качестве творческой лаборатории. Основные мощности московской пивоваренной компании расположены в мытищах под Москвой. Ассортимент хорошо известен на территории Российской Федерации и за ее пределами, а возникновение крафтового подразделения вполне себе объяснимо. На предприятии установлен варочный котел объемом всего лишь 100 литров, что означает небольшие объемы выпускаемой продукции. В случае успеха нового пива, производство переносят на мощности основного предприятия. Вероятность встретить экспериментальную продукцию «Волковской пивоварни» в обычном магазине очень невелика. Дым над водой или 100 рентген доступны только на закрытых мероприятиях и презентациях. Но есть линейка и регулярных продуктов, о которых мы сегодня и поговорим на дегустации. АПА. Крепость 5,9. Цвет золотистый, в аромате слышны нотки хвой и экзотического манго. Вкус мягкий, с нотами фруктов и хмеля. После вкуса с легкой горчинкой. У Ипы. Крепость 5,9. Светло-золотистый напиток, приятно пахнет тропическими фруктами. Вкус у него мощный, с ярко выраженной хмелевой горчинкой и травяными нотами. Порт Артур. Крепость 6,5. Вкус мощный, многогранный, с оттенками хмеля и жареных орехов. В аромате слышны ноты карамели и шоколада. Бланш де Мазай. Крепостью 5,9. У него приятный аромат луговых цветов, а вкус насыщен оттенками хмеля и пшеничных гренок. Шоколадный стаут крепостью 6,5. Это темный, плотный и насыщенный десертный стаут с ярко выраженным ванильно-карамельным ароматом и мягким вкусом с нотками молочного шоколада, которые достигаются за счет использования при варке натуральных эфирных масел, молотого какао и шоколадного солода. Светлячок. Крепость 5. Цвет пива темно-золотистый. Аромат раскрывается нотками цветов и цитрусовых фруктов. Вкус пива свежий и насыщенный, заметный хмелевой горчинкой. Неправильный мед. Крепость 4. Вкус медовухи отличается балансом и приятной сухостью, при этом ее послевкусие сладковатая, с медовыми оттенками и нотами мяты. Увито. Крепость 5. Классический пшеничный эль. Ярко демонстрирует все преимущества этого сорта. Питкость, цитрусовую свежесть и деликатную пряность. Пиво варится по традиционному рецепту на основе ячменного солода, несоложенной пшеницы, хмели продуктов с добавлением экстракта апельсина и кориандра. Тропический милкшейк. Крепость 5. Это яркий, легкий эль в стиле аппа, с вареной с добавлением сока спелого манго и маракуйи. При создании эля также использовалась лактоза, что делает данный сорт особенно мягким, гладким и умеренно сладким. Сейшен Иппа. Крепость 4.5. Это легкая версия Иппы от волковской пивоварни. В новой версии много вкуса, а алкоголя тут мало. Черная река Рис. Крепость 10. Образцовый русский имперский стаут. Полнотелый, но при этом достаточно питкий. Хмелевая горечь, несмотря на экстремальный уровень аж в сотку, ощущается довольно мягко. Во вкусе и аромате доминируют шоколадно-кофейные и жженые нотки. Лагер Лайм. Это светлый лагерь, сваренный с добавлением пюре лайма. Аромат лайма переплетается с солодовыми тонами, а цитрусовая кислинка гармонично сочетается с хмелевой горечью. Оранж Лагер. Вкус мягкий, питкий, сбалансированный с апельсиновыми штрихами, хмелевыми нюансами и приятным послевкусием. Скорее всего, я рассказала не про все пиво от волковской пивоварни. Его так много, что не уследишь. Если есть, что добавить, то пишите в комментариях. А я же надеюсь, что захватила хотя бы популярные сорта. Первым я попробую светлячок. Крепость у него 5 градусов, экстрактивность начального сусла 12 и горечь 35. В составе вода, ячменный солод, мели продукты и дрожжи. Данную бутылочку я брала в метро по цене 80 рублей, но это акционная цена. На этикетке светлячка написано, что это светлое, нефильтрованное пиво. Хотя мы видим, что в бокале оно у меня абсолютно прозрачное. Пенка у него слабенькая. Ну, по аромату это достаточно такой простой напиток. Хмель, солод, небольшие какие-то цитрусовые нюансы. Мне вот на первом вдохе еще показалось, что пахнет липой или каким-то липовым медом, но вроде нет. Пробуем. По вкусу это очень легкое пиво, такое солодовое, с небольшой цитрусовой историей в послевкусии. Корчинки абсолютно нет, но такая, знаете, классическая история очень легкого пива. Апа это тоже светлое, нефильтрованное пиво, крепостью 5,5, плотностью 13, горечью 27, также брала его в метро по акции 80 рублей. В составе вода питьевая, солод, пивоваренные ячменные, хмель и продукты, пивные дрожжи. Вот сразу обратите внимание на Аппу, потому что, как и заявлено, это действительно нефильтрованное пиво. Посмотрите, насколько оно мутное. По аромату первое, что вам бросается, это аромат маракуйи. Какие-то вот, да, фруктовые ноты, цветочные, маракуйя. Где-то очень-очень далеко какая-то хвойная нота, но прежде всего это фрукты. Пробуем. По вкусу данный напиток очень мягкий, с легенькой горчинкой, есть фруктовые ноты. Я бы даже сказала, что по моим личным ощущениям, тут либо пюре манго, либо пюре маракуйи. Такое очень яркое фруктовое, но я не скажу, что оно прям бросается или какое-то навязчивое. Нет, оно очень даже приятное, вот это ощущение какой-то сладости фруктовой. Пиво мне понравилось. Пиво светлое нефильтрованное ИПА покупалось в ленте, также по 80 рублей, алкоголь 5,9, плотность 14, коричь 55. В составе вода питьевая, солод пивоваренный ячменный, пшеница, хмелепродукты и пивные дрожжи. Что такое вообще ИПА? ИПА это всегда что-то яркое, резкое, хвойное, горькое. Вот это вот все, что мне, короче, не особо-то и нравится в пиве, потому что я не люблю хвою. Но я пробовала достойную ИПА, мне очень сильно понравилась ИПА Эвридей от Таркас. Давайте же посмотрим, что из себя представляет ИПА от Волковской пивоварни. В бокале мы сразу же видим, что это нефильтрованный напиток, да, оно очень такое мутненькое. По ароматике сразу понятно, что здесь какой-то солод, хмель, хвоя, естественно. И есть что-то такое еще фруктовое. Какая-то тоже идет сладинка от тропических фруктов. Пробуем. Да, да, снимаю шляпу, Волковская пивоварня молодцы, потому что это ИПА, вот в прямом его смысле вообще понимания. Яркая горчинка присутствует, хвойные ноты во вкусе присутствуют. Есть какая-то даже такая фруктовая история, я разобрала во вкусе, что это. Это грейпфрут. Здорово смотрится, но не могу сказать, что оно мне понравилось больше, чем ИПА Эвридей. То все-таки было как-то помягче лично для меня. Но тем не менее, если мы говорим, что это ИПА, то это действительно так. Бланш де Мазай. Это светлое нефильтрованное пиво, крепость 5,9, плотность 14, горечь 45. Я его покупала в ленте за 85 рублей. В составе указаны вода питьевая, пивоваренный солод пшеничный, также ячменные, хмели продукты и дрожжи. Бланш де Мазай. Опять-таки заявлено, что это нефильтрованное пиво. В моем бокале оно абсолютно прозрачное. По аромату это очень что-то фруктовое. Я вообще пиво себе взяла или сидр какой-то. Опять-таки пюре манго, пюре маракуйи, какой-то сок ананаса. Ну, пробуем. Я не сомневаюсь, что у данного пива найдутся прям поклонники, не знаю, фанаты. Но это пиво не мое. Оно очень сильно парфюмированное во вкусе. Я такое не люблю, когда цветы и фрукты тебе прям сильно лезут. Ты не чувствуешь хмеля, ты не чувствуешь солода. Тут ничего этого нет. Просто какой-то фруктовый компотик. Это лично мое мнение, вы можете с ним не согласиться. Шоколадный стаут. Крепость 6,5. Плотность 17. Горечь 21. Я его брала в перекрестке по цене 85 рублей. Читаем состав. Вода, солод ячменный, светлый, карамельный, шоколадный. Сахар молочный или лактоза. Хмели продукты, дрожжи, какао порошок и ароматизатор шоколад. Знаете, такой яркий напиток в ароматике, шоколадный, какие-то кофейные ноты. Кстати, похож на рис от Балтики, но он более какой-то сливочный что ли. Пробуем. По вкусу данный напиток повторяет аромат. Мягкий, сливочный и шоколадный. Действительно, можно сравнить с рисом от Балтики. Очень сильно на него похож. Только вот Балтика стоит 140 рублей, а вот эта вот штука 85. Делайте выводы сами. Напишите в комментариях, кто пробовал пиво от Волковской пивоварни. Будет интересно почитать ваше мнение. Кстати, они еще делают очень классные лимонады. Ну а на этом у меня все. Вы были на канале Yellow Limoncello. Не бойтесь дегустировать и пробовать. Всем пока!